Доброе утро, дорогие друзья! Завтра, 1 июня, в Ханты-Мансийске пройдут торжественные мероприятия Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, посвященные 300-летию российской полиции. И у нас в гостях начальник управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел России по Югре, полковник внутренней службы Сергей Селезнев. Сергей Владимирович, доброе утро! Мы поздравляем в вашем лице всех ветеранов органов внутренних дел и действующих сотрудников с наступающим праздником. Но вот хотелось бы расставить такие акценты. В прошлом году в России отметили 100-летие советской милиции. В этом году очередной юбилей. Как чтут историю в нашем управлении? Кто сохраняет, или вообще как сохраняется память о тех поколениях, кто стоял на страже покоя югорчан? В Югорской полиции удерживается большое внимание развитию формирования культурного образа российского полицейского. У нас создан в здании полиции музей, в котором экспонаты различные. Туда у нас приходят школьники, посещают студенты, сами сотрудники. В фойе здания мемориальная доска памяти погибших сотрудников. Мы ежегодно чтим память данных сотрудников. Есть у нас большой музей, это на базе города Сургута, в центре специальной подготовки. У нас создан музей на 11 площадок, 5 из них под открытым небом. А вы что, ничего себе. Также там более тысячи всяких экспонатов. То есть они как раз имеют отношение и к советской милиции, как к части истории, так и уже к современной российской полиции. Также они отражают даже царское время. То есть у нас там есть городовой, форма городового, да, есть пушка на лафете. И, ну, чтим память. А можно ли попасть вот со стороны человеку, или, например, организованные экскурсии, кто-то захотел, студенты, например, юридического факультета захотели бы прийти и посмотреть, либо школьники. Можно это сделать, как-то организовать? Либо мы. Да, у нас большая работа профориционная проводится. Мы регулярно приглашаем школьников, студентов в свои исторические моменты такие. Они часто посещают на постоянной основе. В Югорском УВД уже много лет существует ветеранская организация. Чем она сейчас живет? Общественная региональная ветеранская организация у нас составляет 33 первичных организации. То есть это по всему региону? По всему региону. Это больше дальше, чем у нас муниципалитетов. Включает в себя более двух с половиной человек. И в первую очередь, это же бывшие опыты... Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи, да. Две с половиной тысячи. Которые сейчас являются нашими активными помощниками. Вот, к примеру, в 2017 году с их участием раскрыто более 200 преступлений. Они патрулируют вместе с патрульным постовой службой, полиции, города наши. Совместно с участковыми перенимают граждан на опорных пунктах. Но это активные наши помощники. То есть связь поколений существует в реальном времени, да? И получается, и помогает в реальной работе, в повседневной. Да, связь поколений присутствует и активно у нас поддерживается. У югорских полицейских есть и свой учебный центр. Насколько он хорошо оснащен и кто и азы чего постигает там? Центр профессиональной подготовки расположен у нас в городе Сургуте. Это хороший, качественный учебный... И современный. И современный учебное заведение. К примеру, сказать, что там только 13 у нас учебных полигонов есть. Полигон это такое место, где имитируется место происшествия. Прямо на это у нас улица. То есть 13 вариантов? 13 вариантов. Магазин, квартира, пешеходный перекресток. Где моделируются именно условия нынешней жизни. И сотрудник смотрит, как правильно действовать. В центре у нас проходит обучение. Это лица, впервые принятые на службу. А также у нас совершенствуют свои навыки и умения сотрудники, которые уже несут службу. То есть какую-то переподготовку проходят. Да, переподготовку проходят. Центр у нас имеет хорошую спортивную базу. У нас два спортивных зала. Хорошую на уличную зону. У нас свой стадион с беговой дорожкой. Это все на территории центра? Все на территории центра. Имеется стрелковый тир, потому что без хорошей огневой выучки сотрудник не сможет выполнять успешно свои задачи. Довольно укомплектованный центр у нас такой. Хорошо. А какое внимание, вот вы сказали спорт, какое внимание вообще уделяется спорту в нашем Егорском управлении внутренних дел? Ну, наверное, как ни в одной системе, в орган внутренних дел очень большое внимание уделяется хорошей физической подготовленности. И требования соответствующие. Да, и требования как предъявляются при приеме на службу, так и в ходе службы. Еженедельно у нас сотрудники занимаются в спортивном зале. Изучают боевые приемы борьбы, развивают силу, ловкость и выносковость. Это вне зависимости кабинетный работник или тот, кто, как говорят, в поле работает? Вне зависимости, только в разной степени. У нас мы являемся участниками различных соревнований, как на окружном уровне, так и на региональном и общероссийском. Вот буквально в этом месяце мы провели полицейский характер в Хантамансийске. То есть мы собрали 18 территорий, и сотрудники, два мужчины, одни девушки, в дождь передавали преграды различной сложности. Это вообще тренд сейчас как бы в России идет. Да, да, да. И вот мы так провели впервые в РУФО, никто больше не проводил. Ну мы знаем, что еще огромное количество акций, в которых принимают участие наши игорские полицейские. Это и зарядка со стряжем порядка, и постоянные встречи со школьниками, как вы уже сказали. Но сегодня стоит сказать о том, как завтра пройдут праздничные мероприятия, которые запланированы в честь 300-летия российской полиции. С чего все начнется и как будет развиваться этот день? Знаковое событие, конечно, в истории России. Ну и мы не остаемся в стороне. И завтра у нас начнется в 10 часов на храме, будет у нас... Торжественное благослужение. Да, благослужение. Потом в 12 часов в парке Победы мы проведем возложение цветов и венков к памяти наших сотрудников. Ну и в 15 часов на площади состоятся основные мероприятия. Это будет торжественный марш. Вот сейчас как раз идет репетиция парада. Торжественный марш будет и будут даже парашютисты, которые спустятся к нам с флагом России, округа и МВД России. Ну давайте еще скажем о том, что, во-первых, в 2014 году 500 человек участвовало в параде. Сколько в этом году мероприятий? Более 700 человек будет участвовать. 36 единиц техники. Так что, дорогие друзья, лица, которые, я не знаю, гражданские, жители и гости Ханты-Мансийска, мы всех приглашаем на парад, по крайней мере, да, в 15 часов. Еще раз напомним, пройдет он на центральной площади города Ханты-Мансийска. А я думаю, для тех ребят, которые мечтают, мечтают охранять покой, мирный покой наших граждан, я думаю, что это будет просто возможно. А девчонки, прийти и посмотреть на красавцев, мужчин, которые хотят, и я говорю отдельно про прекрасную половину человечества, которое также проходит службу в полиции. Большое вам спасибо, Сергей Владимирович, поздравляем в вашем лице всех сотрудников нашего Егорского проявления внутреннего яла с праздником и желаем спокойной службы, здоровья и семейного благополучия. Спасибо. Спасибо и хорошего дня.